Красная, советская, непобедимая и легендарная. В эти дни, сто лет назад, войска Германии и Австро-Венгрии разорвали перемирие и начали продвигаться к Петрограду. Небольшие отряды по 50-100 человек занимали целые города, не встречая сопротивления. Тогда новая власть фактически в пожарном порядке начала создавать собственную армию. Уже к концу февраля появились первые очаги сопротивления противнику. Вениамин Куприянович призвался в августе 44-го на следующую войну. Желание было первое, не ты в армии, понимаешь, вот мы, я даже вытянулся, я многодетной семьи, и отца забрали, могли поставить, как кормильцы. Настроение у нас было вообще, мы два дня играли на бояну, ждали, пока поезд подойдет, у Тихорецка. 23 февраля – дата, которая остается неизменной в официальном календаре. По мнению летчика, ветерана Афганистана Сергея Ситалова, все дело в здоровом консерватизме военных, которые не привыкли разбрасываться традициями. Я бы сказал, что это есть и в советской армии, и в российской. Даже взять нынешние примеры, взять в Сирию еще что-то. Ведь пацаны совершают чудеса, реально. Ветеранам вручили цветы, те, кто в зале надеются, что следующее поколение будет видеть оружие разве что на парадах. А может, кто-то свяжет свою жизнь со службой в армии. Более 30 человек получили благодарственные письма главы города. Среди них солдаты и офицеры Анапского гарнизона, ветераны войн и локальных конфликтов, казаки. В первую очередь, я хотел бы, чтобы было мирное небо у всех у нас. Я вам всем желаю здоровья, успехов, всего вам самого хорошего. Пока мы будем помнить о подвигах наших дедов, отцов, братьев, мы непобедимы. С праздником вас, дорогие товарищи. Обращение товарищ в армии также остается неизменным уже сотню лет, как и главная идея праздника. Чтить всех, кто защищал Русь, Россию, Советский Союз, начиная с летописных времен. Шли времена, менялись названия. Стал День Советской Армии и Военно-Морского Флота. Сегодня День Защитника Отечества. Но смысл во все времена оставался один. Быть готовыми к защите Отечества. И сегодня, желая всем мира, добра, мы гордимся подвигами наших всех поколений, которые вызывали эту славу. Объявляется минута молчания. Гирлянда памяти отправляется к вечному огню в сквер боевой славы. Для многих, кто побывал в боях 23 февраля, еще один праздник со слезами на глазах. Александр Ребека, Михаил Григорьев. Анапа. Регион. Редактор субтитров А.Семкин.